В Тольятти на улице 40 лет победы. Лада Калина насмерть сбила пенсионерку. Авария произошла рано утром. 22 декабря в городе Тольятти в районе дома 28 по улице 40 лет победы около 6 часов 30 минут водитель, мужчина 83 года рождения, управляя автомобилем Лада Калина на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину 44 года рождения. После автомобиль продолжил движение и совершил опрокидывание. 79-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В преддверии Нового года сотрудники МЧС провели с тольяттинцами профилактическую беседу об использовании пиротехнических изделий и елочных гирлянд. Сотрудники МЧС России регулярно проводят профилактическую работу среди населения городского округа Тольятти. Сегодня проходил очередной рейд, связанный с привлечением граждан, чтобы обратили особое внимание на те новогодние украшения, которые окрашивают наш праздник. Это елочные изделия, гирлянды различные. Они не должны быть повреждены, изоляция должна быть вся исправна. Особое внимание на это необходимо обратить перед включением в электрическую сеть названных электроприборов. Кроме того, среди населения проводим разъяснительную работу о том, что при применении пиротехнических изделий необходимо соблюдать элементарные требования, в том числе пожарной безопасности. Запускать пиротехнические изделия, фейерверки необходимо на специализированных площадках, где отсутствуют кроны деревьев, и на расстоянии от зданий каких-либо не менее чем 20 метров должно быть выдержано. Зависит все от класса пиротехнического изделия. Напомним, что приобрести пиротехнику можно только достигнув 16 лет. Однако независимо от возраста, каждый человек должен нести ответственность и следить за безопасностью при использовании фейерверков. Лишь при выполнении этих простых условий праздник может стать по-настоящему волшебным. В пятницу 22 декабря сотрудники ГИБДД провели масштабную акцию с ярким названием «Тольятти засветись». Она направлена на то, чтобы снизить количество несчастных случаев на дороге с участием пешеходов. Наша сегодняшняя акция приурочена к тому, чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов на дорогах, особенно юных пешеходов. В преддверии новогодних каникул, новогодних праздников это необходимо сделать, поскольку ребята в скором времени очень много будут проводить времени на улице, посещать различные мероприятия, праздники и так далее. Ну и вообще в целом, в связи с тем, что у нас участили сейчас наезды на пешеходов, особенно в темное время суток, мы обращаем внимание на то, насколько важно использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы быть заметным для водителей. Правила дорожного движения – это одни из самых важнейших правил для нас сейчас. Это актуально каждый день и это важно для каждого пешехода. Хочется делиться и полезной информацией, и напоминать, и дарить добро, и все-таки поздравлять с наступающим Новым годом. В конце беседы каждого ждали ценные подарки – знания о правилах дорожного движения и световозвращающие наклейки, которые ребята вырезали своими руками и вручали горожанам вместе с Дедом Морозом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова